Теперь будет наказано даже само наличие криптовалюты у российского гражданина? Нет. Имеется в виду, что она не будет иметь хождение. Пожалуйста. Это как игра. Играет там какая-то пирамида, покер, мокер. Но государство в это отношение никакого не имеет. Ибо, значит, эта криптовалюта ничем не потреплена. Мы знали, что такое золото, другие ценные металлы. А что такое криптовалюта, многие вообще не понимают. Потом она требует большую энергию для ее там, для добычи. Добывается она тяжело очень. В Китае она запрещена уже. Вы сами же реально не видели этой криптовалюты. Это вычислительный процесс. Это игра своего рода. Зачем мозги людям туманить? Вот есть рубль, евро, доллар. Вот между тремя этими валютами пускай размышляет человек. Но я бы всем советовал держать в рублях именно сейчас. Когда возможно обрушение доллара и евро. Цена вот на нефть растет. И падает курс рубля, к сожалению. Может не падает, а... Вы предлагаете сейчас продавать доллары, покупать рубль? Вот сейчас? Да, да, сейчас. Потому что может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. И это может привести к тому, что, так сказать, доллар потеряет свое былое значение. Рубль потеряет. Нашим гражданам, по сути, проиграть. То есть, если они сейчас выйдут из доллара и войдут в рубль, они будут просто нищие, если начнется наша войнушка с Западом. А вам разве не сказал уже президент Байден, что они лишат нас возможности оперировать с долларом? И кому нужны вот эти бумажки у граждан у всех? Как раз доллар рухнет, на который подвязались наши граждане. Рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат. Да еще, так сказать, индексация, например, если это пенсии. Поэтому я вам говорю, исходя из того, что ситуация резко обострилась. И возможно, что мы будем от доллара отключены. Да что вы будете делать с вашими долларами? Их не примет ни один банк. Они не будут приняты на счетах ни одного банка. Они будут погибать. Поэтому здесь как раз нужно исходить не из курса рубль-доллар, а из того, что доллар может отойти в сторону. Это будет как одна из мер, чтобы ударить по России. Но они по себе ударят. Мы не сможем рассчитываться долларами по нашим долгам западным странам. Не сможем рассчитываться по нашим торговым соглашениям. Все, что мы закупаем у них. И они не смогут нам платить долларами за нашу продукцию. Вот и все. Потеряют все те, кто будет оперировать долларами. Ибо он исчезнет. Владимир Владимирович, проблема только в том, что вот я приехал с Кубы. У меня было на Кубе несколько месяцев назад. Там Америка тоже запретила, будто бы запретила доллары. Ну, примерно там это не запрет, это ограничение, как у нас планируется. Так я вам скажу, что доллары внутри Кубы ценятся на вес золота. Вот как раз тот самый, скажем, такие санкции, которые им сделала Америка, наоборот, повысила курс валюты. И они за доллары готовы буквально на все. Это черный рынок. Поэтому не надо никогда нам ориентироваться на черный рынок. В советское время тоже. Доллар стоил 65 копеек, а на черном рынке 4 рубля. Вот почти в 5 раз больше. Ну и что? За это сажать могли. В тюрьму человек мог загреметь. А это было выгодно. Даже чеки внешпослоторга меняли так же, как и доллар. В таком соотношении. Один рубль чек внешпослоторга шел за 4 рубля обычных наших. Поэтому это другой вопрос. Черный рынок и так далее. Я вам свою точку зрения сказал. Вы никогда меня не сможете переубедить. Поэтому выздоравливайте и забудьте слово. Спасибо, Владимир Львович. Я просто за вас волнуюсь. Да, волнуюсь. Потому что если вас послушают граждане и сильно проиграют, они же к вам с вилами придут. Потому что они могут сильно проиграть. Ну ладно, это уже ваше отношение с избирателями. Сейчас мы прервемся. С вилами никуда приходить не надо. Я высказываю свою позицию. Пусть каждый думает своей головой. У нас все люди умные и пусть думают. У кого-то всю жизнь под матрасом деньги лежат. И никакие банки, валюты их не интересуют. Пусть сам каждый решает. Субтитры сделал DimaTorzok